И снова всех приветствую на своем канале. Сегодня еще раз поговорим про немецкий язык, как я готовился к части Sprechen. Это самая интересная часть экзамена, мне она больше всего понравилась и я ее нахожу не самой сложной. По статистике во всех курсах, во всех группах студенты боятся именно Sprechen, там где нужно будет разговаривать со своим партнером, там где нужно будет отвечать на вопросы прюферов. Но я скажу, что абсолютно все нормально поговорили в группе, даже ребята, которые не сдали экзамен, у них по Sprechen был B1 и довольно таки у многих, хотя в целом как бы отсвай получили. Все боятся такой ситуации, что дается короткий период времени и вы не заговорили. Или подходит экзамен, вы понимаете, что вот уже скоро, а вы не заговорили. Или начинаете только изучать немецкий язык и вы не знаете где, в каких моментах вот нужно больше сконцентрироваться, чтобы максимально эффективно подойти к экзамену и побыстрее начать разговаривать на иностранном языке. В изучении немецкого языка я выделяю две точки, два ключика. Если вы их выполняете, вы начинаете разговаривать. Значит, первая точка это где-то завершение части А1, начало части А2. Вам нужно будет выучить сотню глаголов для начала. Это нудно, это тяжело, это не интересно, но без глаголов вы не построите предложение. Глаголы встречаются чаще всего в речи, в повседневной жизни. Глаголы передают состояние. На состояние невозможно показать пальцем. На существительное можно показать пальцем, на состояние нет. Например, вы приходите в магазин и хотите курточку купить, но вы забыли слово курточка и вы можете сказать Их мёгте, дас, кауфен. На себе показывайте. Продавщица вас поймет и отведет в отдел, где есть курточки. Но, если вы не знаете глаголов, а тут аж целых два прозвучало глагола мёгте и кауфен, вы не передадите свое состояние. Например, вы общаетесь с немцем и говорите Ich brauche deine Hilfe, мне нужна твоя помощь. Ваш собеседник сконцентрируется и поймет, что вам в чем-то где-то надо помочь. Или вы говорите Ich Hilfe gerne. То есть я помогу с удовольствием. Немец понимает, что ему помогать. Немцу ничего делать не надо, а вы ему еще что-то бонусом поможете. Поэтому учим глаголы. Как учить глаголы? Я нашел на YouTube видео, где носитель языка показывает глагол в трех формах инфинитив и две колонки прошедшего времени. И произносит их. В видео нет перевода значения этих слов, этих глаголов. Я потратил день, наверное. Я ставил на паузу каждый глагол, записывал себе в таблицу и рядышком с помощью словаря находил и писал перевод. Затем, когда таблица была готова, в уши наушники глазами сопровождаем текст глаголы и потихонечку-потихонечку учим. На это уходит определенное время. Почему эта точка находится в конце А1, в начале А2? Потому что человек, который начал учить иностранный язык, он еще толком не понимает, как правильно произносятся слова. В самой первой неделе изучения немецкого языка вы еще разбираетесь буквы с умляутами, каких там прочитать, специфика произношения. И в этот момент будет как бы сложновато еще запомнить. Но как только вы немножко уже познакомились с языком, но при этом к вам еще не подъехала тяжелая грамматика с уровня А2, с В1, где уже начинают уже конструкции появляться, это самое лучшее время именно заняться глаголами. У вас времени относительно много, вы еще не перегружены, поэтому быстренько учим глаголы. Это первая точка. Вторая точка это тот момент, когда вам начинают выдавать грамматику, где нужно уже контролировать позицию глагола. То есть появляется, например, время в предложении. Сегодня я покупаю машину. Так звучит в русском языке. Для немцев это неправильная конструкция. У них, если слово в слово перевести, будет сегодня покупаю я машину. Звучит как в Звездных войнах Мастер Юда. Но мы привыкли мыслить некоторой матрицей и ставить. Сегодня я покупаю машину. И от этого нужно отучиться и привыкнуть делать немецкую матрицу. А дальше еще подъедут коннекторы, где глагол вообще может уйти или в середину предложения, или в конец предложения может вытесниться. Соответственно, нужно сразу тренироваться, контролировать эту позицию. Это два ключика. Выполняйте, начнете разговаривать. Дальше где учиться говорить, уже непосредственно речь тренировать. Первый вариант это на уроке. Если преподаватель просит студентов, что вы там думаете о этой ситуации, вы обязаны ответить. Преподаватель задает вопрос, просит ответа, вы обязаны ответить. Также нужно иметь уважение к своим коллегам. Если вы, например, сильнее в группе и тренируетесь, то ваши коллеги тоже хотят тренироваться. Я рекомендую делать коротенькую паузу. Человек, например, коллега ваша отвечает. Вы потом можете сказать и хабы, айдер и майнук. У меня есть другое мнение. И потом может завязаться даже мини диалог, где вы обсудите какую-то конкретную ситуацию. Это идеальный вариант, поскольку преподаватель сможет отследить ваш диалог и поправить уже двух человек в классе. Покорректировать, если будут ошибки допущены. Также можно делать короткие фразы, короткие диалоги в повседневной жизни. Это кафе. Это магазины. Это где-то вы делаете какой-то заказ. Это вы просто где-то гуляете и что-то хотите спросить. Можно зайти в кафе, например, сказать Даст, даст, даст. Продавщица окей там. Пожалуйста. А можно сказать Я возьму с удовольствием один кофе. Когда я учился разговаривать, даже такие простые фразы тяжело произносятся. Вы испытываете некоторый мелкий стресс перед собеседником. Вспоминайте, какой же надо фразу сказать. Но со временем вы привыкайте. Это коротенькие фразы. Длинные фразы. Это уже мини диалоги, с кем их можно потренировать. Их можно потренировать, например, с соседями, которые живут в вашем подъезде. Соседи, которые живут там через забор, если частный сектор. Соседи, которые пришли к вам познакомиться. Так тоже бывает. Если кто-то заселяется в дом, соседи могут прийти, представиться, сказать, что мы живем рядышком. Давайте будем знакомы. Поэтому не надо отнекиваться от такого знакомства. А наоборот, нужно его поддержать. И в дальнейшем вы сможете дружить и тренировать свой немецкий язык с этим человеком. Это могут быть длинные фразы. Это пассажиры на перроне. Я живу в небольшом поселке. Все люди, которые приходят на перрон, здороваются, пока ждут поезд, могут просто стоять о чем-то разговаривать. Вы можете спокойно потренировать свою биографию. Я приехал оттуда-то. Я живу в этом поселке. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Погода сегодня хорошая или погода сегодня ветреная. Стоите, разговаривайте. Через месяц уже вместо guten tag вы будете говорить чуз. Халявов, чувств, дружеские отношения. В чем заключается разница беседы на уроке и беседы в жизни? На уроке у вас есть обратная связь с вашим преподавателем. Когда вы произносите фразу, преподаватель вас слышит, контролирует и подсказывает, сказали вы правильно или сказали вы неправильно. В реальной жизни вы не имеете обратной связи. Вы собеседнику говорите фразу и вы не будете знать, сказали вы ее правильно или сказали неправильно. Вы можете сказать, я хочу один кофе и один булочка. Продавщица понимает, да, хочет на твой один булочка и один кофе. Пожалуйста. С вас 2,50. Но очень хорошо помогают ваши близкие, знакомые, друзья. Это те, которые местные жители, носители языка. Вы можете попросить друзей корректировать вас, объяснить, что я не понимаю, я сказал правильно или я говорю неправильно. Пожалуйста, обращай внимание, поправляй меня. Мои знакомые мне ответили, а ты не будешь обижаться, что мы тебя поправляем. То есть у них по этике он понимает, что это не совсем вежливо, если он будет поправлять своего собеседника. Я объяснил, что не только не буду обижаться, но это еще очень важно для меня. Поэтому, пожалуйста. В дальнейшем, когда вы начинаете общаться с ребятами, с которыми вы познакомились, вас будут приглашать на какие-то активности. То есть это может быть мини-фест в вашем городке. Это может быть, например, прогулка в лес просто так или там грибы пособирать. Это может быть, опять же, приглашение, например, вместе готовить. Это вообще идеальный вариант, поскольку вы проводите довольно-таки много времени. Можете выговориться, договориться, какие продукты должен принести, что мы будем готовить. Это прямо темы, которые с экзаменом. Поэтому знакомьтесь, находите возможность общаться с людьми. Еще очень хороший вариант, это пойти в спортзал. Записаться где-то в спортзал. Ходят самые разные люди. И есть такие, которые по 30 лет тут живут. Вы можете поговорить на русском, украинском языке или еще на каком-нибудь. При этом они свободно владеют немецким языком. Вы можете задать ненавязчиво несколько вопросов. Что-то не понимаете, можете уточнить. Ну, опять же, спорт надо. Вы будете уставать, пока будете готовиться к экзамену. Все-таки 3,5 часа в классе, потом еще дома. Это очень тяжело и нужно двигаться. Иначе вы просто будете вялыми и какой-то немецкий вам ничего не надо будет. Так, далее. Я хочу поговорить про такую вещь, как страх. Многие не могут заговорить с иностранцами, не могут заговорить в группе. Они испытывают страх глупо выглядеть. То есть, вы подходите на улице. Вам нужно что-то спросить. Вы боитесь, я буду плохо выглядеть. Я не так что-то скажу. Я скажу какую-то глупость. Меня не так поймут. Смеяться буду там ха-ха-ха. В классе то же самое. Я скажу неправильное слово. У меня произношение какое-то не такое. Меня тут сейчас набить будут, обижать будут. И я вообще буду плохо выглядеть. Этот страх, он присущ только взрослым людям. Дети этому страху не подвержены. Ребенок 4-5 лет, 6-7 лет. Он идет в песочницу. Через полчаса у него вся песочница. Это все друзья, которые собрались к вам в гости домой. Смотреть игрушки вашего киндера. То есть, совершенно. Ребенок никогда не думает о том, как он выглядит. Он подходит и начинает общаться. Поэтому, если вы хотите заговорить. Вам нужно стать именно таким вот ребенком. Хотя бы на полгода. То есть, не бояться. Пытаться. Пытаться. Разговаривать. Искать такие возможности. И здесь есть еще такой момент. Как повышенная важность. Повышенная важность это такое вот некоторое состояние. Когда вы, например, пытаетесь заговорить с иностранцем. Тут у вас уже есть страх плохо выглядеть. Тут у вас есть некоторая повышенная важность. Что мне надо бы получить информацию. Я не знаю как. И это вас начинает сбивать. Также людей трусит перед экзаменом. Поскольку сдача экзамена это повышенная важность. Это для меня важно в этот момент. Что со мной будет, если я не сдам этот экзамен. Меня там загнобят. Тут опять страх плохо выглядеть прилетает. Ну и все оно вот так идет. То есть, я вам подсказал вот эти два момента. Если вы их переборете. Понизите эту важность. Понизите страх плохо выглядеть. Начнете более контактно вести себя с окружающими. Все получится. Будете выговариваться и к экзамену уже подойдете подготовленными. Так. У меня тут есть еще несколько вопросов. Мне писали под моими видео. Значит. Первый вопрос. Показать сертификат. Выполняю. Вот так. Вот так. Вот так. Следующее. Это не вопрос. Это больше как бы недоверие. Б. А. За 7 месяцев. Даю таблетку от недоверия. Приходите в любую школу. К любому преподавателю подходите и спрашиваете. Сдают люди с первого раза или нет. Так. Как долго учился? По какой книжке? Учился я с середины мая прошлого года. Сдавал я экзамен 17 декабря тоже прошлого года. Учились мы по линии издательства Клет. Так. Школа. Школа ФВЦ. Город Фюрстенвальда. Земля Бранденбург. Учитель. Учитель у нас просто отличный. Он долго живет в Германии. Свободно разговаривает на немецком языке. Русский язык не родной. Он его также учил. Но всю грамматику он нам объяснял. И это было довольно таки комфортно. Те ребята у которых преподаватели немцы. Разговаривают только на немецком. У вас будет более лучший херенс. Вы будете лучше воспринимать на слух. А где сдавал экзамен? Франкфурт Одер. Фолькшуле. Стоит. Там где джип-центр. Найдете. Поверbal. Те. Не просто экзамен B1, а экзамен Deutsch-Test für Zuhwanderer. Это тест для иммигрантов. Название поправил. Уточняю, что это ДТЦ. Дальше. Какая-то Жанна пишет. Цитирую. Да вы русский не знаете, какой немецкий за 7 месяцев. Коннекторы, в скобочках, просто убили на повал и смешно и грустно. Так, отвечать будет издательство Клетт для убитой на повал Жанны, которая грустит и смеется. Вот тут смотреть. Надеюсь, фокус взял. Хауптзац плюс коннектор плюс хауптзац. Есть такая штука, как коннекторы. Человек, вероятно, еще не дошел до этой темы, но хотел, чтобы я по-русски говорил слово союзы. Но мне удобно говорить коннекторы, поэтому я буду говорить коннекторы. Так. Следующий вопрос. Где можно найти весь объем тем для устной части экзамена? Это, в принципе, весь материал, который вы проходите на своих интернационных курсах. Экзаменаторы понимают, по каким книгам вы учились. Они прекрасно знают набор этих тем. И они не будут выходить на более какие-то сложные темы. Поэтому будьте уверены, что вот этого объема, плюс там книжки А1, А2, вам будет вполне достаточно. Так, дальше. Что будет с теми, кто не сдал экзамен на Б1? Ничего не будет, все будет нормально. Вы остаетесь в Германии, никто вас никуда не выгодит. И плюс вы еще получите бесплатно плюс 300 часов посещения таких же курсов с возможностью повторно сдать экзамен. Обращаю внимание, что на эти 300 часов вы пойдете с прекрасной базой. То есть вы уже полгода отучились. Где-то чуть-чуть не доработали, да, не смогли там какую-то часть сдать. Эти дополнительные 300 часов, это по сути половина курса. Это бесплатно, в Германии я интересовался. Вот, например, одна часть B2.1, она стоит в районе 250 евро. Потом еще нужно будет B2.2, это еще плюс 250 евро, это если искать платный курс. В принципе, я думаю, по части шприхен все ясно. Пробуйте, будьте социально активными, общайтесь с носителями информации, активно ведите себя в классе. Еще один момент, чуть не упустил. Когда вы в классе разговариваете, не размывайте слова. Если вы не уверены в окончании глагола, вы его произносите, там вот где-то там. Часто человек произносит, там, обор-бор, и что-то там вот там сказал. Позвольте преподавателю услышать вашу ошибку. Преподаватель вас подкорректирует. Ничего страшного, если вы ее сделаете 5-6 раз. На каждом уроке вы будете делать, на седьмой раз. После того, как вас еще раз поправят, вы заговорите правильно. Поэтому четенько, громко, так, чтобы преподаватель вас разборчиво слышал и мог вас откорректировать. Пожалуй, здесь все. Всем хороших сдач и экзаменов. Всего самого лучшего. Я уверен, у всех все получится. Всем счастливо.